Вот смотришь на этих ребят и сразу понимаешь Люди культуры И не просто культуры, а наследия Потому что культура техно в Берлине добилась признания И была внесена в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Забавно, что сама техномузыка, хоть и вдохновлялась всякими крафтверками Происходит из США, из Детройта А техно-тусовки до сих пор очень важный феномен для Берлина Ну так получилось, что на фоне падения Берлинской стены Немецкая молодежь открыла для себя жанр этот И, ну вот, это стало культурным движением Клуб Трезор, главный техно-храм Берлина Открыли в 91-м году прямо на границе между восточной и западной частью города И как бы таким образом пляски в подвалах в Наркоугаре Стали символом воссоединения города и культурным феноменом И вот сейчас некоммерческая организация Rave the Planet Добилась того, что все вышеперечисленное было официально признано наследием Да, вот так вот техно настолько важно для немцев Что у них есть некоммерческая организация, посвященная чисто этому Ну теперь правительство должно как бы признавать, считаться с любителями подвальной музыки Защищать их, может быть им будет как-то полегче заниматься своим творчеством Не знаю Тебе будет полегче прямо сейчас Потому что это Итальянские ученые тут такое обнаружили, просто твоя жизнь больше никогда не будет прежней Оказалось, что очковые пингвины Да, да, очковые пингвины, ха-ха, очень смешно, когда ты повзрослеешь Так вот, оказалось, они различают друг друга по пятнышкам на пузике, представляешь? Исследователи провели эксперимент Они запирали пингвина в комнате с двумя полноразмерными фотками других пингвинов На одной был сфоткан родственник или партнер подопытного, на другой какой-то рандом незнакомец И запертый птиц со стопроцентной вероятностью угадывал, кто бро и бежал тусить к фотке знакомого Ну, понять, что это фотка, а не настоящая птица мозгов, все-таки у них не хватает Но вот различать они умеют Если на фотографиях не было видно уникального для каждого представителя этого вида рисунка пятнышек То подопытный не узнавал, кто это на фотке и просто топтался в углу сам с собой Как ты на тусовках А мне вот не нужно видеть пятна на твоем теле, чтобы знать, что тебе нужен хороший витаминный комплекс Особенно после этой тяжелой зимы Очень удачно, что спонсор сегодняшнего выпуска — сервис по персональному подбору витаминов Халса Просто проходи по ссылке в описании или вот по QR-коду этому и заполни анкету Тест, составленный профессиональными врачами и нутрициологами, поможет понять, чего именно тебе не хватает Ну там, выпадают волосы, плохо спится или часто ночью встаешь в туалет, не хватает энергии, может, чтобы быть продуктивным целый день Может, все вместе Отвечая на вопросы, сложится картина твоего витаминного дефицита И специалистам Халса станет ясно, какой именно курс тебе необходим Вот в таких красивых коробках все приходит, аккуратно расфасовано, сразу по дням Для лучшего результата, конечно, надо пить витамины постоянно Халса будет от месяца к месяцу менять содержимое курса, чтобы поддерживать на высоте весь спектр нужных твоему организму веществ И в результате должны повыситься не только энергия и иммунитет, но и улучшиться память, спортивные и даже постельные результаты Вот, QR-код еще раз показываю, в описании ссылка есть, а промокод СтасикКарасик, как обычно, даст тебе 45% скидку Прямо сейчас в Халсе проходит акция «Колесо Фортуны» При покупке витаминов каждый получает возможность выиграть айфон 14, Стайлер Дайсон, витамины, скидки и другие призы Самое крутое, что приз гарантирован всем, поэтому лови момент, заказывай витамины, крути барабаны и забирай свой подарок от Халса ЕС стало первым местом, где приняли закон о регулировании ИИ И мне кажется, что вообще недостаточно Ну там еще должны юридически финализировать, но правила уже все прописаны В Евросоюзе будет запрещено применение искусственного интеллекта для систем биометрической слежки Неизбирательный сбор изображений лиц с интернета или камер видеонаблюдения для создания баз данных Будут запрещены распознавания эмоций на рабочем месте, в учебных заведениях, всякие социальные рейтинги, предсказания преступлений А также ИИ, манипулирующий человеческим поведением или эксплуатирующий уязвимости людей Ну то есть запрещено будет все то, что уже давно во все используется в Китае Использование ИИ в критически важной инфраструктуре типа образования здравоохранения и правоохранительных органов должно быть прозрачным и с обязательным человеческим контролем А системы ИИ общего назначения должны соответствовать определенным требованиям прозрачности и соблюдать закон ЕС об авторском праве Кроме того, сгенерированные или обработанные изображения должны быть четко промаркированы Как они там промаркированы должны будут быть, пока не знаю Ну, честно говоря, в контексте, когда, тут я согласен с Илоном Маском, велика вероятность, что уже где-то к следующему году у нас будет искусственный интеллект умнее любого человека Эти законы отстают от реальности лет на пять Мы в паре шагов от ситуации, где придется принимать законы о правах искусственного интеллекта, а не об ограничении систем с его использованием Ну, посмотрим, главное, чтобы поздно не было Ладно, раз уж упомянул черта, вот как вчера помню, октябрь 2019 года, о нейронках там еще никаких разговоров, нет еще ковидных локдаунов, войны, у меня дреды Грета Тунберг еще совсем недавно только выступила на саммите ООН, и тогда На прошлых выходных в Техасе наш мессия межпланетных путешествий анонсировал свою новую фаличную железяку Эта 50-метровая гигантина, покрытая нержавейкой, в ближайшие пару месяцев должна начать пробные полеты на высоту до 20 километров И вот 14 марта 2024 года эта дура, напомню, самый крупный объект, когда-либо запущенный людьми в космос, взлетела в третий раз И теперь ничего не взорвалось до момента достижения нужной ормитальной скорости Первая ступень успешно так отделилась, улетела вниз на Землю Вторая, то есть сам шип, добралась до нужной высоты, протестировала системы, которые надо было протестировать И начала спуск обратно в атмосферу, после которого по плану должна была аккуратненько приводниться в Индийском океане Но сначала неконтролируемо крутиться начала, и в итоге нифига не аккуратно плюхнулась Первая ступень, кстати, тоже не смогла успешно вернуться обратно, как было запланировано То есть вот дела, бог, получается, не любит троицу, когда речь идет о космических кораблях Ну и похоже, что, в принципе, для отладки и теста совсем всех систем нужно будет нашвырять в океан еще Ну в лучшем случае минимум штук 6-7 этих огромных ракет Стоимость постройки одной, кстати, выходит примерно в 90 миллионов долларов Если тебя легко укачивает, закрой глаза буквально секунд на 10 Сейчас я хочу показать классное видео Оно стабилизировано по поверхности Земли И на нем очень хорошо понятно, как сильно шип закрутило на входе в атмосферу Ну как... головокружительно, ничего не скажешь Если я сейчас вот подойду к тебе где-нибудь на улице и предложу Простите, куснуть моего питона То, ну, буду просто пошлым нахалом Но через пару лет это тебе может предложить экоактивист, который просто ценит и любит свою планету Австралийские изучатели всяких вещей из университета Маккори Предполагают, что питоноводство сможет обеспечить белком население азиатских регионов Они в течение года изучали процесс роста нескольких видов питонов из Таиланда и Вьетнама И пришли к выводу, что змеи очень быстро набирают массу Неприхотливы к еде В отличие от коров не пукают метаном по озоновому слою А также для их разведения нужно намного меньше земли и воды И конверсия корма в массу тела выше не только чем у традиционных сельскохозяйственных животных Но даже чем у насекомых, которые считаются, ну, как бы решением проблемы пищи, белка Змея становится пригодной к забою примерно за год И 82% этой забитой змеи можно использовать в коммерческих целях Что-то съесть, что-то пустить на сумочки, что-то на рекарства Чтобы узнать, как еще можно использовать питона, пройди курс Вот QR-код и ссылка в описании Ладно, шучу Там на халсу ссылка Промокод, кстати, Тася Карасик 45% Дает скидку Не знаю, интересуешься ли ты большим теннисом Я не особо, так что мне ничего не говорить, что такое Indian Wells Masters Но вот одна небольшая ситуация, которая произошла на матче этого мероприятия Мое внимание привлекла Игру между теннисистами Карлосом Алькаросом и Александром Зверевым Пришлось приостановить на 2 часа из-за внезапной атаки пчел Да, прям во время матча прилетел И набросился на одну из камер, которые снимали турниры Ну прям вообще ее облепили И тут оказалось, что Карлос Алькарос их очень боится До кучи его еще успели ужалить Ну, понятное дело, в таких условиях матч продолжать было невозможно Да, в принципе, даже если бы никто их не боялся Летает много пчел Поэтому организаторам пришлось вызвать вот этого крутого дядьку с пылесосом Это профессиональный пчелогон Чтобы он забрал всех пчел с собой Что именно им там понадобилось на этой камере выяснять никто не стал Возможно, это все происки Джейсона Стэтхэма Значит, это сделал один человек И ты знаешь только то, что он пчеловод Вот одно знаю точно Если бы спортсменам в этот момент раздали другие ракетки Это был бы самый занимательный матч в истории тенниса По крайней мере, для меня Я бы его даже, может быть, посмотрел бы тогда После того, как все пропылесосили, игру, кстати, возобновили Победил ужаленный в лоб Карлос Алькарос Со счетом 6-3, 6-1 Может быть, тебе это что-то говорит, мне нет Я все эти дубли у меня уже щекотала в носу Озверевшие после ковидовых локдаунов и запретов на путешествия туристы Довели гейши в японском городе Киото до того, что им прямо запретили входить в часть города Туристам Киото — это исторический и культурный центр Японии Бывшая столица Да, у них как бы прошлая столица была Киото, а новая — Токио Пока аниме не изобрели, японцы не очень отличались Фантазией, видимо В самом городе сохранилось огромное количество исторических объектов Большинство из которых, кстати, прям как берлинская техно Являются культурным наследием ЮНЕСКО Само собой, такое место привлекает огромное количество туристов ежедневно И среди всех прочих исторических вещей в Киото до сих пор очень много гейш Не секс-работниц в нашем испорченном западном понимании А в классическом японском Красивых, образованных женщин, способных развлечь танцем, стихами и чайной церемонией Ну типа тамады Развлекают гостей в очень элитных заведениях И они прям реально ходят еще по Киото Прям как сто лет назад в кимоно Там в своих сандаликах деревянных с белым лицом Вот это вот, все, что ассоциируется с гейшами Охреневшие понаехавшие гонзины лезут к ним своими потными ручонками Лапают дорогущие шелковые кимоно Фотографируются, хотя везде развешены знаки, что с ним нельзя фотографироваться Из-за этого штраф назначен И, ну, предлагают всякие непристойности Думаю, неудивительно, что в стране, где очень чтут традиции и не очень чтут иностранцев Любой конфликт будет решаться не в пользу приезжих В общем, в Киото туристам теперь запрещен вход в весь район с гейшами Туда теперь только по приглашениям или платным билетам В конкретные какие-то заведения и только на мероприятия От обезумевших туристов, кстати, пострадали и в Амстердаме уже реальные работники секс-услуг Прежде настолько гадко себя вели в квартале красных фонарей, орали, дрались, ссали, блевали везде Что сначала велись закон, запрещающий курить голландский табачок на улицах Затем ограничили рабочее время всех развлекательных заведений до трех часов ночи Но под конец прошлого года было решено так вообще распределить все заведения этого характера равномерно по городу Чтобы прям в одном месте концентрированного шабаша не собиралось Как бы это получается не совсем на руку самим профессионалам сферы обслуживания Короче, я это к чему знаю, что многие из моих зрителей находятся сейчас где-то за границей Воспользуясь случаем и попрошу вести себя прилично и по-человечески Подписываться на наш бусте, ставить выпуском лайки и дать друзьям посмотреть Ну вот, вот это поведение А ну все сказал? Ну все, ну в общем-то да, 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 все, хорошо, все, все сказал Я пойду проверю подрослый питон Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok